еду на велике вот прямо наслаждаюсь вот у меня перед этим была сидушка такая вот узкая но и девочки мы знаем да что это неудобно для наших поп которые любят комфорт и немножечко шире чем у мужчин в общем вот это просто супер я как будто сижу на каком-то удобном стульчике но вот тем не менее комфорт это конечно хорошо но смотрю на свой байк и думаю блин а по стилю она вообще сюда не подходит байк очень легкого веса супер light weight это что было но конечно вот все знаете в таком а-ля спортивном стиле но подходила друг под друга это сидушка на диссонирует конечно ну зато удобно в общем нужно что-то выбирать или комфорт или красоту я в данном случае выбрала комфорт он люди кстати пришли перекусить сюда я тоже сейчас вот тут за столиком сяду мне снэки есть и немножечко перекушу хотя нет что мне тут столик не нравится пойду наверное на свое любимое местечко вот туда вот туда вот где речка там мне как-то побольше нравится так но я не дошла до хайка снэк уже сижу на минаю обычно я делаю привал где-то там в лесу на камушках когда устаю тогда вот время снэку приходит а сейчас вот что значит недостаточно я позавтракала не дождалась чем это мои любимые крекеры одни из любимых это whole with flower и flex seeds вот эти вот семена это flex seeds так ну естественно с крекерами у меня пошел вот этот вот снэк сейчас покажу прошу то и салями такой контейнер очень удобный но ловлю себя на мысли и если бы они вот здесь еще добавили чуть-чуть маслинок практически идеально было бы так купила я вот этот вот все таки себе бар сейчас попробую у меня есть чаек вон видите кружечка он горячий вот это я вообще ношу постоянно у меня в каждой сумке вот такая штучка это hazelnut and almond butter сладенькая да еще вот такой у меня снэк они обычно хранятся в холодильнике называется perfect bar в данном случае blueberry кэши чем еды как вы видите нам нагребла яблочко там сумки еще есть вот такую штуку взяла попробовать ой чем когда хайкаешь кушать хочется любая еда пригодится вот одно из моих любимых местечек эти уток прогнала я ну что привет поближе мои дорогие вы знаете несколько месяцев назад мне в голову пришла как я считаю гениальная идея в общем когда я начала получать первые счета по своей операции из-за кисти руки поломанной я уже приблизительно тогда поняла какую-то сумму мне выльется в общем надежда умирает последний чудо не произошло и я действительно вышла не то что за пределы своего дедакты был который у меня 3000 но и так называемая в америке понятие out of pocket это 6000 долларов моем случае я тоже за эту сумму перевалила вернее сумма всех счетов ну что это значит по сути если что-то со мной случится или все там походы к врачам анализы то дальше этой суммы я уже платить не буду в стопроцентном варианте все расходы должна покрывать страховая компания и вот как вы понимаете мысль заключалась в том что если я уже и так буду платить 6 штук баксов то нужно воспользоваться ситуация по полной да на сто процентов и почему бы мне тогда не сходить к другим врачам и порешать свои там маленькие или большие проблемки которые меня беспокоили какое-то время ну за четыре года проживания в америке я ни разу по той или иной причине не съездила домой соответственно у меня особо опций походить по врачам и решить кое-какие моменты их их не было вот поэтому я так поразмыслив на досуге решила что возьмусь ка я сейчас снова за проверку состояния своего здоровья и решение определенных проблемок вот связи с этим было назначен сделан appointment конечно же к женскому врачу вот ну здесь у кого есть страховка вы знаете что в основном вот такой вот и не он вызов он включен в любую страховку поэтому это бесплатно но за этим же последовало естественно назначение на узи потом еще там какие-то анализы и потом не направили на маммограмму поскольку я ее давно не делала после маммограмму меня будет опять очередной визит и встреча с гинекологом чтобы мы обсудили результаты подробно и там вот я имела возможность позадавать вопросы ну в общем кто периодически тоже занимается своим здоровьем вы знаете что к врачу только сходи вот обычно это одним визитом не ограничивается но в общем я не исключение но женский доктор хорошо в принципе я считаю ходить туда нужно регулярно но как минимум раз в год но если нет раз в два года железно вот особенно когда тебе уже после 30 но дальше я решила ok это растянется у меня вот этот весь план во времени пространстве потому что как вы знаете в америке вот ты не можешь позвонить к врачу вот так вот и завтра уже у него быть в кабинете или там нельзя прийти под кабинет и сидеть в надежде что тебя примут здесь нужно делать appointment и иногда вот эта встреча с врачом нужно ждать неделю это вам повезло обычно две три недели четыре в зависимости от занятости специалиста и его специфики так вот для примера вам скажу что на мамограмму и записывалась в сентябре уж не помню там начале или в конце но и в или был тайм значит был appointment только на конец октября или начало ноября и не помню то есть по сути больше чем месяц мне нужно ждать чтобы вот попасть и провериться в общем как то так и поскольку у меня это такой процесс долго играющий растянутый во времени пространстве я решила не не терять даром времени и также в общем-то решить вопросы почему например у меня давно время от времени болит левое бедро или там есть проблема с правым коленом которая тоже возникает какие-то боли непонятные она знаете вот up and down up and down но причина не понятно я думаю окей сейчас ходим может быть мне снимочек надо сделать вот в общем записалась и и туда также как вам это модная девчонка это на меня одели специальные шорты чтобы сделать x-ray моего хип и не так но это был короткий видеосюжет о том как я делала снимок вот ничего слава богу такого ужасного не нашли вернее все выглядит достаточно нормально то есть никакие кости там не поломаны не треснуты все на своих местах но почему болит не очень ясно поэтому направили меня на физиотерапию на которую собственно сейчас и хожу в общем моя жизнь в двух словах сейчас выглядит приблизительно так что раз в неделю я хожу обязательно какому-нибудь врачу то ли это и не лепойнт мент то ли это физиотерапия иногда в два раза в неделю мне нужно на нее ходить ну в общем бизи бизи но как говорится есть большой плюс в этом году я по крайней мере смогу порешать какие-то свои вопросы со здоровьем чтобы к этой теме уже не возвращаться я надеюсь вообще а тем более в следующем году как то так тем более непонятно буду ли я подписываться на страховку на следующий год или нет так вот к чему я это все рассказываю ребят если вы меня послушали подумали о классная идея можно вот так купить страховку например в один год пролечиться от а до я поделать там всем операции которые откладывались многие годы и потом опять от нее отказаться так вот не все так просто вот у меня есть знакомая они действительно очень долго платили за страховку но особо никогда по врачам не ходили и с возрастом но у всех у нас какие-то проблемы они накапливаются так вот они в этом году планируют сделать то ли две то ли три операции сразу ну потому чтобы выйти до за свой и дедакте был и out of pocket и естественно платить это будет у них тоже скорее всего 6000 долларов но так уже за обширный фронт проведенных работ скажем так здесь не все так просто вот знаете мало того что очень много страховых компаний но и условия каждой страховки абсолютно разные возможно у них такая шикарнейшая страховка которая это позволяет сделать но вообще принял перед тем чтобы принять вот такие решения нужно очень хорошо посоветоваться со страховой компанией и задать ей все необходимые вопросы потому что насколько я знаю есть определенные ограничения и вот например моя вторая знакомая когда она упала катаясь на лыжах там была очень такая bad crash и ей нужно было делать операцию на двух коленях так вот и и страховка не позволяла сделать операцию сразу на двух то есть она делала сначала одно колено потом ждала следующего года и делала тогда второе колено если бы она не стала ждать то ей бы за вторую операцию пришлось бы платить и платить немало но слава богу ну как слава богу что это все случилось уже в декабре месяце поэтому не перерыв был небольшой между двумя операциями то есть она в декабре этом сделала одно колено подождала месяц технически это начался уже следующий год и там она сделала сразу вторую операцию вот как то так в общем в моем случае я тоже ребят очень осторожно даже в своим в своих походах к врачам стараюсь по максимуму узнать входит ли больница под покрытие страховой компании это называется in the net или обязательно спрашивайте вот это заведение она in the net или outside out the net но самое интересное даже когда вы идете в больницу которая является вот в сети покрытие вашей страховой компании обязательно нужно спрашивать а вот тот специалист которому вы записаны на прием он в сети или out of the net потому что от этого тоже зависит счет который вы получите или не получите ребят вот эту красоту и должна носить теперь ну минимум три дня может быть даже больше если будет держаться конструкция значит это такая лента или скотч называйте кто как хочет которая приклеена к телу и она вот таким вот образом позволяет удерживать колено и суставы в правильном положении таким образом тело и мышцы они вот запоминают как должно быть в общем пересказываю своими словами как я поняла идею вот этого вот вот этой всей красоты для чего я это делаю представляете ну и упражнения мне конечно показали ничего сложного в них нет мораль себасни вика спортом надо заниматься всегда вот если бы я это делала у меня бы проблем может быть бы не было не может быть скорее всего ребят в общем дело еще упражнения ношу сейчас скотч и собираюсь еще заняться своей шеи которая меня беспокоит в общем довершение этого видеосюжета походи в несколько раз на физиотерапию по своим там коленям и бедру я увидела улучшение и подумала блин ну в принципе то что они мне показывают я уже и так поняла план ясен какие там упражнения мне нужно делать понятно перейдем теперь к следующей части марлезонского балета они проконсультироваться ли мне с ними по поводу своего шейного отдела позвоночника который мне время от времени доставляет реальный дискомфорт именно поэтому я страдаю там и головными болями иногда не могу нормально спать но в общем проблема здесь уже более серьезная вот и я у них так все расспросил они говорят конечно мы вам и тут поможем я думаю замечательно в общем то почему бы не воспользоваться этим шансом и тоже не поправить свое здоровье вот в этой части тела если это возможно в общем как-то так кто-то наверно посмотрел видео подумал блин молодая девчонка как описала так прямо рассыпается старушка нет это называется просто стечение обстоятельства и вот знаете как вот этот анекдот любимый у медиков да что здоровых людей нет есть не обследованные так вот это вот из этой серии когда время от времени начинаешь заниматься своим здоровьем которому особо не уделял внимание многие годы то конечно всплывают очень разные штуки которые нужно решать на этом пожалуй всем пока пока буду держать вас в курсе вообще до выбрала я кстати другую физиотерапию намного дешевле ребят в два или три раза дешевле сеанс чем то что я ходила вот по своей руке и они там практически ничего не делали я конечно была в шоке от расценок вот и хорошо что я туда не ходила 15 раз как жена моего коллеги с пальцем и я думаю что счет который они потом получили их очень сильно удивил вот я туда сходила всего лишь по моему пять раз это это было много вот ну все мои дорогие на этом все пока пока буду держать вас в курсе своей жизни в америке что еще тут новенького вот до следующих видеорепортажей пока